всем привет привет всем отличной среды если смотрите в момент когда выходит ролик в общем хорошего всем настроения итак сегодня мы с вами смотрим расклад иду ли я своим путем расклад будет на одну позицию для тех кто не любит одну позицию встретимся с вами в следующем раскладе до в пятницу сегодня мы будем смотреть на одну позицию иногда я делаю такие расклады потому что мне нравится вот в них ну достаточное количество вопросов и можно покопаться так смотрим первый вопрос кто я кто я на данный момент ох человек который проходит окан смерти человек который проходит трансформацию человек у которого меняется полностью его сознание его взгляды человек который вырос даже перерос себя в чем-то да и понимает что для дальнейшего пути мне нужно отказаться от прошлого да может быть кому-то нужно переехать на новое место жительства может быть здесь кому-то действительно нужно изменить свой образ жизни отказаться от прошлых привычек но кто-то в контексте нашего расклада до пути души действительно кому-то необходимо погрузиться в глубины своего бессознательного внутрь себя и найти ответы на вопросы касательно того куда же я иду сейчас то есть однозначно такой переходный этап многие могут ощущать себя в неком таком знаете зависание да в некой такой пустоте с одной стороны другой стороны такое может быть чувство что я как в какой-то вате нахожусь до либо действительно парю как-то в пространстве и ощущение того что земля ушла из-под ног и я вы знаете как в космосе в невесомости я не понимаю что со мной происходит вроде бы уже как-то и прошлого как такового нету да то есть все эти декорации прошлого сменились но и в то же время новое еще не появилось да есть какое-то вот такое меж времени я бы сказала такое ощущение достаточно некомфортно и потому что нету какой-то вот опоры нету стабильности с другой стороны я понимаю что я уже так как в прошлом не хочу но будущее еще пока не прорисовалась и вот этот вот момент такой как не знаю застряли застряли в межмирье в межпространстве меж миров то вот что-то такое какое-то такое пограничное состояние и ну для кого-то она действительно пугающее потому что она непонятная для кого-то сейчас такой прекрасный момент погрузиться в себя узнать себя потому что сейчас открываются какие-то новые грани вас если кто-то например практикует что-то связанное с расширением сознания не знаю может быть что-то принимает то здесь вот такой хороший так когда человек действительно сфокусировав на своем сознании до расширяется то есть много чего нового может узнать здесь акцент идет не на внешний мир она внутренний мир на свои какие-то понимания взгляды многие моменты здесь могут рушиться но здесь очень важный такой момент понимания что это плавный переход с одной стороны этот переход он естественный он давно должен был быть вы это ощущали что ну рано или поздно такое бы случилось с другой стороны вот этот вот естественный переход до отмирания того что уже изжило себя она приводит к внутреннему желанию появление чего-то нового да то есть перерождение но эта трансформация она мягкая еще расскажу да она может пугающе быть потому что вот иногда действительно на долгое время происходит зависание здесь этап достаточно долги может быть по продолжительности по времени это не не башня да так за раз и что-то случилось и жизнь изменилась нет здесь поступательно но здесь не должно вас пугать здесь идет вот полное такое ощущение что вот я как-то погружая себя что-то узнаю на вот это вот пустота она меня очень сильно пугает здесь человек может ощущать какой-то какой-то такой испуг тревогу потому что аркан смерти говорит о завершении на поэтому в любые моменты связанные с окончанием чего-либо они пугают так или иначе кто вы еще по спиндакли да человек на данном этапе который что-то изучает причем вы сейчас очень внимательно относитесь как себе так и к окружающему миру я бы сказала что вы в некоторой степени не то чтобы наблюдатель но человек который осторожно так на цыпочках продвигается вперед причем человек очень благодарны благодарны тому что он проживает то что с ним случается каждая новая возможность для него является каким-то шансом он так замерением духа и высказала так рассматривает все то новое что случается с ним ощущение того что человек как алиса в стране чудес попал в какой-то непонятный неизвестный миру но он настолько интересен и хочется вот все как-то пощупать потрогать узнать и вот это состояние трепета и огромной благодарности к тому новому что случается с вами и также да я сказала человек который обращает на детали замечает все очень очень внимательный да очень внимательный в некоторой степени молчаливый не столь болтливый но человек который познает этот мир через его материю через то что для него ценно что-то новое здесь вы узнаете сейчас кто вы еще только мечей человек с таким достаточно большим багажом опыта в своей жизни до которому когда-то разбивали сердце ну при этом человек который научился сострадать переживает другим людям да то есть человек который не проходит мимо более другого человека если он это делает то достаточно осознанно понимая что так будет лучше но однозначно человек с огромным сердцем человек который может чувствовать боль другого человека кто-то сейчас может быть проживает это раненое сердце да когда вы должны понять что на данном этапе если сложно какой-то очень болезненный период для вас ваша задача не убегать а решить задачу путем того что вот позволит себе опуститься на самое дно не морально прожить до прожить всю эту ситуацию до глубины души потому что здесь такое чувство что ранее возможно вы избегали боялись боялись этой боли боялись этой раны но здесь ощущение того что любой нарыв если его не вскрыть и не почистить до самого конца велика вероятность что заражение произойдет и нарыв появится снова вот здесь вот произошло какое-то вскрытие что-то вас ранило причем то что уже осталось позади но вы как будто бы бежите от этой боли не нужно нужно погружаться в нее опять же таки не для того чтобы как садомазохизм сделать себе больно и получить от этого удовольствия нет а для того чтобы вот как-то знаете хочешь сказать как последний раз вот прожить ее да и отпустить то есть вот здесь нужно с благодарностью отпустить потому что данный данный опыт сейчас он вам дается с какой-то определенной целью для тех кто действительно сейчас проживает разбитое сердце то есть это не все но кто-то действительно так проживает сейчас то есть позвольте себе прям знаете как-то осознанно пострадать если в этом есть такая необходимость либо как-то вот проплакаться вот здесь нужно освободиться освобождение она может прийти только тогда когда вы идете до конца когда вы не боитесь не избегаете то здесь такое ощущение что все время такое чувство недоброжитость вот как будто бы не доходите до самого конца сворачиваете вот в этот раз не нужно потому что иначе трансформация не произойдет очищение не произойдет так куда ведет куда ведет ваш путь сейчас ну сейчас вас ваш путь идет внутрь себя в глубь себя вы должны найти вот это вот внутреннее рождение да то что она здесь выходила по аркану смерти вы должны погрузиться в себя здесь не обязательно изолироваться от внешнего мира но сейчас такой этап интровертности то есть пока вы зависаете в межмирье до межпространстве он дается уникальный шанс для того чтобы вы погрузились глубь себя и нашли вот этот вот знаете зачаток вот это вот зерно света которое есть внутри вас это будет какая-то идея это будет какой-то inside то здесь не нужно погружаться глубь себя для того чтобы находить какие-то ответы на конкретные вопросы здесь нужно идти путем доверия для того чтобы погрузившись вот глубоко внутрь себя найти вот эту искру этот свет тот сперматозоид который соотносится аркану вера фанта согласно эвриту зарождение зарождение новой жизни зарождение новые идеи но найти вот это вот новое да вот это вот зерно внутри себя вам будет непросто вы должны будете идти интуитивно погружаясь в себя и прислушиваясь к тому что происходит внутри себя внутри вас то здесь знаете как с одной стороны это может как-то пугать потому что я не понимаю да то есть когда у нас отсутствует отсутствует информация когда нету понимания все эти всевозможные состояния нас пугают поэтому как правило такие практики достаточно глубокие не пугает потому что мы не знаем что ожидать мы не знаем как себя вести и здесь эти практики они полностью все направлены и основаны на базируется на доверии вот вам нужно здесь погрузиться вглубь себя для того чтобы найти вот этот вот свет эту звезду в контексте того куда ведет ваша душа то есть вы не получите ответ из внешних каких-то знаков и символов подсказок подсказка должна прийти из глубины вашей души но опять же таки это не просто вы знаете человек расслабился задал вопрос и получил ответ нет здесь придется как-то не то чтобы копаться но это это не пятиминутное хочется сказать да какое-то действие вот и разовая да погрузился сразу получил ответ нет здесь нужно будет идти идти очень глубоко внутрь себя и вы будете сталкиваться с какими-то своими страхами внутренними которые нужно будет преодолевать нужно будет очень много анализировать и только вот конечном этапе а вы увидите свет в конце туннеля то есть здесь такое ощущение какие-то как этот геракловские как их правильно называть боже мой вот эти вот проверки не помню как слова по-русски когда нужно будет преодолевать себя да нужно будет сталкиваться с со своими теневыми аспектами с тем что вы боитесь и вот хочешь сказать за всей этой грудой да только там где-то очень очень глубоко вы найдете свой ответ на вопрос куда ведет вас душа это это не ответ внешнего вам никто не сможет дать ответ ни один расклад ни один мастер потому что это ваш путь индивидуальный путь и ответ на него есть внутри то есть этот свет есть внутри вам нужно этот свет найти как вы его будете искать в тишине однозначно в тишине и погружаясь на погружаясь причем здесь погружаясь когда вы будете погружаться столкнетесь знаете с какими-то наростами с какими-то слоями боли разочарования переживаний вам нужно будет преодолеть вот эти вот все эмоции копать глубже спускаться еще глубже потом будет появляться какие-то мысли нужно будет их пройти и потом в конечном итоге я вижу такое красивое место где знаете вот как какая-то здесь не то чтобы пещера а вот иногда бывает люди которые ныряют подводные какие-то пещеры да и вот выныривают и находится какое-то озеро а вокруг горы вот там что то такое то есть вот это вот озеро вашей души то есть я вижу это озеро и там очень много света вот если вам удастся всплыть вот в в этом месте это вот будет как раз таки знаете ответ вы увидите в отражение этого озера в нем должно быть должен будет отразиться свет я сейчас говорю это метафорично но я это вижу то есть вот ответ на вопрос куда вас ведет душа он идет как раз таки как отражение то есть вы нам не напрямую спросите и увидите у своей души а вы это увидите вот как в этом озере отражение да как вам как-то покажут покажут на свет будет отражаться это отражение как раз таки вашей души вашего высшего я вам будет отражаться в этом озере так ну может быть нам покажет куда ведет ваша душа помимо аэрофанта что у нас здесь выпал королева пендакли ну смотрите если вы сейчас находитесь на этапе пажа пендакли то конечно же вас ведут королеве пендакли да то есть нужно путь который мы будем проходить очень медленный да это путь рыцаря пендакли в конечном итоге вы должны прийти королеве пендакли то есть прийти к человеку у которого с одной стороны за спиной будет опыт аэрофанта некая такая мудрость глубина с другой стороны человек наполненный благодарностью к жизни человек вот изобильный и богатый в своей душе человек верный преданный человек у которого есть вот как-то правильно выстроены приоритеты человек который разделяет свои обязанности безусловно с королем так ли да но и свою долю ответственности не переносит на других людей то есть человек который умеет ценить здесь первую очередь человек который умеет ценить материю и умеет ценить свою жизнь себя человек который умеет выстраивать правильно границы и вопрос цены и ценности то есть материи финансов и ценностей здесь есть прямая связь то есть вот туда вас идут то есть вы как будто бы перерождаете знаете ныряете вот в это озеро как процесс самовения что ли как процесс крещения какого-то и вынырнув вы станете другом другим человеком своем собственном сознании то здесь момент трансформации он идет как раз таки еще расскажу на уровне понимания на уровне сознания на уровне ваших ценностей но здесь не меняется мировоззрение а здесь как-то идет момент расширения и вашу жизнь входят какие-то новые ценности какие-то новые смыслы и понятия и они обогащают вас но задача стать вот богатым изобильным человеком своей собственной душе так следующий вопрос куда вы должны прийти куда вы идете да мы увидели а куда вы должны прийти девятка мечей так здесь какие-то этапы нам показывают дойка мечей вы должны прийти к состоянию шестерки мечей шестерки и жезлов человеку который удовлетворен своей жизнью человек который знаете как выровнял шестерки на себя говорят про красоту и выравнивание про баланс и гармонию то есть человек который получил удовлетворение от реализации своей социальной жизни в первую очередь под реализации своих желаний и амбиции то есть ощущение того что я уверенный в себе человек и победитель по жизни она не случайно то здесь человек чего-то добился своей жизни в контексте социальной жизни в конце в контексте реализации каких-то своих желаний может быть всех желаний может быть одного какого-то желания вот это вот внутреннее ощущение того что я на позитиве я полностью удовлетворен своей жизнью опять же таки удовлетворение у каждого она может быть свое кто-то довольствуется малым кому-то нужно намного больше вот у каждого это удовлетворение она свое но это внутреннее ощущение того что я удовлетворен я чувствую себя победителем триумфатором и благие новости заключаются как раз таки в этом что наконец-таки я стал победителем а что именно здесь победил у нас победила шестерка жезлов а победила она как раз таки вот девятку мечей свой свою привычку как разки под арканом смерти выпадает свою привычку мыслить негативным ключем либо бесконечное вот это вот переживание и также по двойке мечей сомнения то есть человек победил внутри себя привычку мыслить негативном ключе накручивать себя как-то тревожиться беспокоиться чувствовать вину за какие-то свои возможно желания либо поступки возможно за какие-то свои за какое-то свое движение до выбранное направление по жизни и одновременно человек который погружаясь внутрь себя а и начиная прислушиваться до к самому себе первое с чем он сталкивается это сбег конечными сомнениями в контексте того а правильно я поступаю или нет а надо было поступить так либо надо было поступить так а правильно и было принято решение вот этот без бесконечная неуверенность в себе на основе каких-то убеждений вот вот это вот вам нужно будет проработать а пока мы смерти то есть вот этот вот урок вы сейчас проходите то есть по сути да здесь вот работаете с какими-то своими страхами вы становитесь победителем получаете удовлетворение от того что преодолели свои какие-то страхи ночные кошмары кому-то действительно вот это вот чувство тревоги и человек но находится все время в напряжении и он преодолевает и научается расслабляться для кого-то здесь человек научается наконец-таки слушать свою интуицию не свою голову и идет примирение то есть удовлетворение от жизни в чем в том что нету внутри меня больше борьбы я ни с кем не борюсь внутри себя я принял себя я я не случайно он ожидает здесь выпадает аэрофан то есть я погружаюсь я я все эти слои прохожу в конечном итоге я принимаю себя потому что я начинаю себя ценить и иду как раз таки вот к своему победу либо скорее всего прихожу к своему вот этому победному финишу с одной стороны с другой стороны начала нового пути когда я уже переродился и стал абсолютно другим человеком так то есть по сути вы должны прийти к состоянию шестерки жезлов человеку который с гармонизировал в своей жизни как внутренний мир так и внешне да то есть над внутренним миром он работал по пажу пендакли и по отшельнику и тройке мечей на преодолевая вот это вот изучая проживая какие-то неприятные эмоции возможно а во внешнем мире человек очистив себя здесь идет какой-то катарсис внутренней вашей души наконец-таки успокоился вот это вот успокоением внутреннее она дает во внешнем мире как будто бы открывает вам дверь открывает новые возможности и вы начинаете реализовываться вам приходят новые предложения и вы уже как в отсутствие страхов и сомнений принимаете эти новые возможности идете в них и начинаете реализовываться но уже не так как раньше знаете как напуганный ребенок настороженный а уже как зрелый целостный уверенный в себе человек это очень важно вообще интересный такой путь у вас давай теперь посмотрим последний вопрос иду ли я все же путем своей души иду ли я да конечно да конечно орган звезды говорит конечно сто процентов вы идете путем своей туда путем своей души причем звезда вам указывает на это вы можете казаться что особенно сейчас что от вас как будто бы все покинули по аркану смерти да и вы не понимаете ну как так на то есть вроде бы меня вели вели а тут меня бросили оставили одного есть какая-то пустота то есть для кого-то кто действительно так ощущает что ранее я как-то ощущала своего учителя на тонком плане до что вот меня кто-то ведет мне кто-то подсказывает а сейчас какая-то пустота имейте ввиду что у некоторых не все может быть такое что сейчас меняется учитель у вас на тонком плане такое бывает не часто конечно же да но такие моменты бывают может быть даже не один может быть несколько учителей и вот меняются и пока один ушел другой еще не пришел до вытащается вот это вот пустота но однозначно вас ведут по аркану звезды вас ведут вас ведут поэтому вы идете путем своей души вы это даже чувствуете в это видите причем смотрите как интересно да выпадают карты здесь у нас отшельники он держит фонарики вот эту звезду какую звезду вот эту вот эту конкретную звезду он держит своем фонарики вот за ней он идет это является свет в его туннеле поэтому конечно же вы идете своим путем давайте посмотрим по одному аркану какую-нибудь подсказку вам до ненужного вам подсказки потому что окан справедливости говорит о том что сейчас очень важный этап вашей жизни действительно когда энергии выравниваются то есть такое ощущение что вот большой какой-то этап вашей жизни трудности я не хочу сказать горевание но было очень много преодолеваний вашей жизни были сложные этапы и они были для даны вам для того чтобы вы как-то знаете вот всевозможные потери утраты даны для того чтобы человек научился ценить потому что вот ваше ключевое ваш ключевой путь это шестерка жезлов и королева пендаклей сюда вы придете только тогда когда вы найдете себя до королева пендакли неважно мужчина вы или женщина когда вы найдете в себе вот эту вот это вот качество умение быть благодарным и ценить ценить жизнь ценить свой труд ценить чужую жизнь на в первую очередь и неважно это человеческая либо какая-то животная да то есть там где есть жизнь уметь ее ценить уметь выстраивать границы поэтому сейчас вы к вам как будто бы по праву вот я не случайно что окан справедливости это аркан выравнивание балансы балансирование двух сил противоположных и шестерка жезлов у нас тоже находится в сфере теферит который также говорит о красоте и гармонии то есть сейчас наступает такой момент как будто бы вот ваша жизнь она будет постепенно выравниваться она будет идти к более таким благоприятным моментом вашей жизни к момента более ценным более значимым более приятным комфортным на романичным потому что так правильно да то есть вот все такие страдания хочется сказать они как будто бы окупаются сейчас если так можно сказать да то есть идет какое-то вот возмездие за эти трудности которые вы переживали то есть силы они выравниваются потому что так правильно вот сейчас такой этап который он говорит так правильно и в этот этап очень важно да по аркану справедливости я не случайно говорила здесь про благодарность не предъявлять какие-то претензии тому что вас что-то не удовлетворяет это очень важно во-первых кроме того что здесь вот по двойке мечей да вот это вот внутренняя борьба и сомнения и по аркану справедливости краски вот претензии здесь претензии самому себе так как неуверенность да а здесь претензии возможно какому-то внешнему миру человек который недоволен системой человек который недоволен структурой недоволен какими-то земными законами он должен понимать что в контексте разбора нашего расклада в контексте души есть внеземные законы законы мироздания и вот сейчас да идет выравнивание как раз таки в законах мироздания вашей жизни поэтому предъявлять какие-то претензии либо что-то требовать либо говорить о том что как-то несправедливо со мной поступают это будет ошибочно потому что вот все что с вами сейчас происходит а происходит какой-то вы знаете такой момент зачистки что ли а он не всегда бывает приятен да потому что вы многие даже здесь и не ощущаете эти внутренние перемены которые происходят внутри вас кому-то возможно и будет так знаете что я проснулся и как-то смотрю на вещи по-другому такое тоже может быть у кого-то но как правило это не у многих что с процесса сами происходит сами по себе здесь идет вот как какой-то долгий период идет знаете вот все как это накапливается накапливается нарастает нарастает а потом в один день здесь очень важно а отпустить вот что именно нужно отпустить у каждого она будет свое вы это почувствуете что вот пришло время да здесь идет какой-то сбор кое знаете вот ощущение что человека как будто бы вот готовит к другому этапу жизни и вот тот та экипировка которая у него была ранее для того чтобы он адаптировался и жил вот всех условиях которых вы жили ранее на им уже не нужно то есть допустим это вот очень похоже когда не знаю человек служил в армии да там был военным и потом он вот вышел допустим ну условно говоря на пенсию да либо там ушел в увольнение или как это правильно ну то есть стал жить гражданской жизнью и вот вот это вот уже военная одежда ему да оружие ему уже не нужно он приходит он сдает а там либо в милиции когда увольняет вот человек сдает там я не знаю свой значок оружие да там не знаю одежда то есть ему это уже не нужно это уже пройденный этап и вот здесь вот велика вероятность что человек не понимая того что его ожидает впереди может держаться за это может потому что здесь есть еще и кого-то какие-то привязки вот этого чувства вины она не случайно здесь у многих да то есть вот а вот эти вот эмоции негативные они кого-то могут здесь сдерживать поэтому проанализируйте понаблюдайте когда придет момент отказаться отказывайтесь не бойтесь почему потому что если это действительно ваше она к вам снова вернется а если нет то туда ему и дорога то есть отпускаете не бойтесь конечно я сейчас говорю но когда наступит этот момент многие конечно же его не пройдут почему потому что это будет достаточно болезненно и вот то что нужно будет отпустить на том этапе понимаете если вы не перестроите своем сознании вам будет казаться что вот то что вам нужно отпустить это очень значимые цены для вас вот почему я говорю что многие не пройдут не многие а кто-то кто-то не пройдет потому что сложно опускать отпускать то что когда-то для тебя было в приоритете но это нужно будет сделать если вы хотите пойти вот в новое будущее вот сюда и вот сюда туда куда ведет вас звезда то есть кто-то не пройдет и останется в прошлом но там уже надо смотреть расклад по-другому да то есть что ждет те кто не пройдет а те кто все таки примет что пришло время перемен да и я отпускаю это прошлое даже то что было для меня когда-то ценно и важно ok неприятно больно но я нахожу в себе силы я отпускаю это и принимаю вот что-то новое что идет в моей жизни это будет неприятно то есть принятие она будет неприятным это не значит что ой хорошо в новое позитивное и понеслось на она будет позитивным но момент принятия он будет очень дискомфортный из как будто вы знаете какое-то облучение идет очень очень дискомфортно здесь такой момент знаете мне показывают когда змея меняет свою шкуру вот да конечно она родится да у нее будет новая не родится сменит свою одежду до свою шкуру у нее будет новая шкура более кожи до более там я не знаю лучше красивее окрасом более полезнее вот но старый то она привыкла и вот этот момент когда ну если вы видели документальные фильмы как это происходит да да она двигается ей дискомфортно потому что все же это как это отклеивается да это это то что было живое на этой змея да то есть это же больно ей неприятно вот здесь вот какие-то такие моменты будут и кто-то именно поэтому может не пройти и сказать что нет мне очень больно я не хочу я вот останусь там где я буду и это окей потому что опять же скажу вас ведут это да у каждого есть свой выбор безусловно и к нему прислушаются да то есть свобода воли и выбора она всегда есть но если вы решите что я не хочу это будет ваше право у вас никто насильно не поведет потому что опять же такие цены жизни и отсутствие насилия это очень важно да прям отсюда и первые записи заповедание не как она правильно звучит в общем не наносить какой-то вред другому человеку да то есть насильственно не принуждая другого человека не делая ему больно нам вот без насилия это очень важный момент вот такой у меня был для вас раскладка правила расклады такого формата который я очень люблю они все время на подумать кому что откликнулась вот ну и на этом наверное все не буду ничего и говорить прощаюсь с вами до пятницы всего вам самого наилучшего всем пока пока